И последний вопрос на сегодня. То есть является ли действительно такой холор, который происходит на основании манафия. То есть за какие-либо полезные свойства человека. Что это означает, сейчас иншалла придет. Говорит, я слышу холор бель манафия, и за канат марлума. Это является действительным, если вот эти вот полезные свойства человека являются известными. Как допустим, если он дает холор, то есть отпускает жену на основании холора, за то, что с него снимается обязанность содержать беременную журу. То есть если бы она была беременной, пока она не сложит ношу, он ее обязан обеспечить или нет. Обязан обеспечить, даже если она ушла от него на основании холора. Так вот, если жена говорит, отпусти меня на основании того, что я снимаю с тебя обязанность, обеспечивать меня, это является чем? Это является разрешенным. Или говорит то, что я буду бесплатно кормить грудью твоего ребенка. Или бесплатно буду его воспитывать. То же самое. То есть понятен вот этот вопрос или нет. Или если женщина говорит, что она, например, если она обладает какой-либо профессией, то что она будет работать по этой профессии на этого своего мужа бесплатно. То есть в течение, например, двух месяцев или трех месяцев и тому подобное. Допустим, например, у них частная клиника, например, она является в этой клинике врачом. То есть жена говорит, отпусти меня на основании холора, и я проработаю в твоей клинике после этого в течение года за бесплатно. Или в течение полугода за бесплатно. Это является разрешенным или нет? Это является разрешенным. Давайте сегодня на этом завершим. И остальные вопросы, которые касаются темы Аль-Холя, разберем, иншаллах, на завтрашнем последнем уроке, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok